Начавшаяся в 2014 году Российско-Украинская война вызвала острую необходимость оснащения вооруженных сил Украины мобильными хирургическими комплексами, которые позволяют оказывать раненым быструю медицинскую помощь, в частности хирургическую даже в полевых условиях. При содействии Центрального научно-исследовательского института вооружений и военной техники вооруженных сил Украины, украинская компания «Телекарт-прибор» представила первый в Украине отечественный подвижный медицинский кабинет, который был создан на базе специализированного модуля сменного объема. Мы решили узнать про этот кабинет у представителей производителя. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, об этом медмодуле. Здравствуйте, это комплекс медицинский передвижной, здесь можно расположить сразу два операционных стола, одновременно могут проводиться две операции разные, суммарно тут до девяти человек может одновременно работать, два врача-хирурга, один врач-анестезиолог и дальше медицинские сестры. Точно так же можно еще убрать один стол, передвинуть второй по центру и тогда можно проводить одну большую обширную операцию. Сам модуль может работать как от местной сети, так и от генераторов и от аккумуляторных батареек. Аккумуляторные батареи позволяют работать два часа медицинскому оборудованию и небольшой части освещения, то есть чисто медицинский модуль. Сама машина может ездить в любом месте, практически попить с дорожью, по крайней мере должна. Модуль может установиться, получается, на разные шасси и грузовых автомобилей. У нас пока что именно под МАЗ-6317-2 сделано крепление и в целом расположение технических отсеков для хранения батареи, генератора и так далее. Но теоретически, да, можно приставить похожий модуль на любое другое шасси, тоже будет все ездить, работает. Единственное, что у нас тут сделана электросистема конкретно под нашу машину, но если под заказ нужно будет, то можно будет переделать под любую другую. То есть на данный момент у нас 12-24 вольта и 220 внутренняя система. А это пока что экспериментальная модель? Да, сейчас это пока что как доследный изразок, делается по заданию Министерства обороны, но это мы делаем за свой счет, как инициативная разработка. Но дальше военным, если понравится, говорят, что понравилось им пока что, то есть мы будем дорабатывать и дальше это будет переходить в заказ. Конкретно этот образец, я не знаю, будет ли работать, но возможно, да, если мы что-то здесь доделаем, потому что пока что им не нравится слишком большой угол пандуса для заноса внутрь раненых, потому что реально там практически подняться очень сложно, если вы пробовали, будем зайти. Уклоны около 20 градусов надо сделать хотя бы 16, лучше градусов 8-10, так как это удобно и заносить, но это накладывает тогда ограничения на размер площадки, потому что сейчас можно установить в любом месте, хоть в перепаханном поле, но главное, чтобы не сильно большой уклон был. Если уменьшится угол наклона пандуса, увеличится его длина раза в 2,5 где-то. Хорошо, да, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Уникальность хирургии в том, что у нее изменяемая геометрия за счет нейтраллически выдвигаемой части кузова. И в течение часа позволяет разложиться и сложиться, собраться, разобраться с расстановкой всего оборудования, с бакой и в приведении в транспортное положение. При собранном кузове, задвинутой части, машина принимает габарит обычного бутылка, там 2,60, 2,50, ну и вода уточняет 2,60 и позволяет перелегаться по дорогам общественного назначения. Кроме хирургической помощи, здесь, что крайне важно, предоставляется анестезиологическая помощь. У каждого стола есть консоли анестезиологической помощи на один и на другой стол. Столы снимаются с тормоза и двигаются. Если, скажем, будет большая операция, стол отодвигается, а работают только за ним. Директор департамента сопровождения системных проектов компании Алексей Ильсовицкий во время презентации комплекса подчеркнул, что это инициативно-исследовательская конструкторская разработка специалистов завода телекарт-прибор. Предприятие вкладывает свои деньги, работаем по тех заданию, которое выдало Министерство обороны, а именно командование медицинских сил. И сейчас мы выходим на этот этап предварительных испытаний. Мы отработали рабоче-конструкторскую документацию, подготовили опытный образец, показали его в главном военно-медицинском госпитале Вооруженных сил Украины. Хирурги его оценили, он им понравился. Подобного комплекса в Украине еще нет. Естественно, высказали замечания, которые мы устраним к этапу испытаний, и будем выходить на предварительные, а потом и на государственные испытания, а затем принимать на вооружение, отметил Савицкий. Кроме двух операционных столов, подвижный кабинет укомплектован всем необходимым оборудованием, а именно дефибрилляторами, а также кислородным концентратором собственного производства компании телекарт-прибор, надежными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, подогрева воды, по периметру установлено энергосберегающие LED-светильники. При этом медицинское оборудование и техника надежно сохраняются во встроенных шкафчиках. Временно исполняющий обязанности командующий Медицинских сил Вооруженных сил Украины полковник медицинской службы Андрей Галушка уточнил, что с учетом того, что у нас сейчас в Медротах ограниченное количество хирургов, таким образом мы можем усиливать медроты, бригады и, при необходимости, выдвигать их в определенные районы. Здесь есть возможность проведения искусственной вентиляции легких, есть кислород, как с центральным подключением, так и концентраторы. Наличие двух хирургических столов обеспечивает возможность проводить в полноценных условиях одновременно две операции. Полковник акцентировал внимание на том, что хирургический кабинет, в частности, выполняет функцию стабилизационного пункта, благодаря чему его использование позволяет сохранить многие жизни украинских военных. Как заявили представители производителя, сам по себе хирургический модуль кардинально ситуацию не поменяет, его необходимо усилить другими составляющими – рентгеновской лабораторией, реанимационным и другим манипуляционным пунктами. В дальнейших планах кампании – это создание военного подвижного госпиталя, кстати, концепция которого уже отработана специалистами предприятия совместно с командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины. После развертывания в указанном районе это позволит быстро и своевременно оказывать полноценную профессиональную медицинскую помощь защитникам Украины при необходимости. Поэтому надеемся на как можно скорейшее успешное завершение испытаний и принятие на вооружение Медицинского кабинета и его других манипуляционных пунктов в дальнейшем для создания полноценного мобильного передвижного госпиталя для Вооруженных сил Украины. На этом у нас все. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии и до скорой встречи с новыми интересными видео. Спасибо за просмотр!